Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 февраля и вот вчера 27 числа я начала показывать вам все различные посевы петунии, потому что способов посева очень много. Я вчера показала самый простой традиционный способ сеять петунию, то есть сухими семенами просто на грунт, потом тоже сухими семенами на снег, потом замоченными семенами. Вчера я не успела показать один способ, это посев на пеленку. Способ или метод этот очень интересный, он считается самым чистым, то есть мы сеем цветы без применения грунта, без земли. И когда я вчера сказала, что если в деревне, например, живете, у вас нет земли, надо мной там некоторые уже как поулыбались, что как в деревне нет земли. А вот бывают такие ситуации, у нас знакомые купили дом зимой в деревне, и когда наступила пора весной сеять, у них оказалось, что нет земли. Все замерзшее вокруг, магазинов в этой деревне нет, где продают землю, потому что это смешно в деревне продавать землю. И вот бывают ситуации, когда земли никакой нет, тогда можно посеять в пеленку цветы, ну а растения можно в улитки, там экономный способ. Мы сегодня говорим только про петунию. Я уже вчера показывала, что сею простые вот такие рассыпные семена, наши алтайские, вот фирма семена Алтая. Они очень красивые, они очень яркие, и несмотря на то, что они не махровые, махровые в гранулах очень дорогие, сейчас качество семян очень плохое, гранулы сходят мало, в прошлом году из 8 или из 12,3 что ли штуки взошло. И я чаще всего вот такие семена сею простые. И еще хочу посоветовать, когда сеете вот такие семена, набирайте пожалуйста, свои семена собирайте летом, осенью. У них будет 100% всхожесть, хорошее качество, и петуния с семенами домашними очень-очень хорошо размножается. Ну можно сеять, можно конечно и начеренковать, если у вас есть условия в подвале. Сейчас я вытряхну все последние семена. И я напомню, что посев всех четырех вот этих методов, все четыре способа, я сеяла из одной и той же пачки. И вот благодаря этому мы увидим, какие посевы самые такие будут здоровые, самые хорошие. Семена очень мелкие, их сеять много не нужно, потому что некоторые радуются. Вот у меня взошли прям мхом или щеткой там, это очень плохо. Загущенность посевов, загущенные посевы обычно часто болеют, черная ножка их сжирает, нужно сразу пикировать. В самом-самом раннем-раннем, в фазе двух семидолек, я на пеленку вот столько всего накидаю, потому что у меня в тех предыдущих уже посевах очень много. Но вот считайте, я посеяла целую пачку, опять придется половину отправлять в деревню или соседям раздавать. Но такое количество даже желающих нет, очень много. Тут мы хорошо видим, сколько семян, и мы можем даже их после посева немножко распределить более равномерно, если захотим. Все, вот это весь посев. И сейчас я чуть-чуть, опять же, как вчера показывала, нежное-нежное сбрызгивание, чтобы их не сдуть в одну кучу. Вот так умочу их и закрываю. На дне вот этого контейнера дренажные отверстия, и лишняя жидкость будет стекать. Поставлю сейчас в поддом. Все, теперь останется, сейчас повторю вам то, что говорила вчера, останется каждый раз открывать каждое утро. Если подсыхает пеленка, опрыскивать, как только они проклюнутся, я вам покажу. Создание парникового эффекта, обязательное условие, и обязательное условие прорастает только на свету. Ставим под лампу. Кстати, вот у меня уже сегодня в комментариях спросили, вы ставите вот эти посевы петунии на батарею или куда? Я ни разу, никогда в жизни не ставила на батарею. У меня частный сектор, у нас нет условий, у нас батарея то холодная, то очень горячая, нестабильна. Но меня как раз вот эти комментарии натолкнули на мысль. У меня же есть теперь кусочек вот этого теплого пола, и на первые дни, возможно, на день или на два, я могу их туда выставить, чтобы они были в теплом состоянии. И, возможно, это даже простимулирует вот эти семена и ускорит. Еще хочу несколько слов сказать про ежедневный уход. Вот сегодня я их открыла для проветривания, все проветрила. Обязательно после этого чуть-чуть-чуть сбрызгиваю, потому что каждое проветривание, влага же все равно испаряется. И вот сейчас, в этот период, до всходов, самая главная наша задача поддерживать вот этот верхний слой грунта во влажном состоянии. Вы же понимаете, что семя не заглублено, вот они, они лежат на поверхности. Крошечные, маленькие, они высыхают очень быстро. Как только земля будет сухая, они пересохнут, и все, даже если они чуть-чуть начинают проклевываться, и в это время засохли, всхода уже не будет, он этот росточек погибнет. Смочили, закрыли, все, это ежедневная процедура. Но вот этот вот я не смачиваю, потому что, смотрите, разный посев, разные условия. Те, которые сеяли на снегу, смотрите, тут какая еще каша. С него все еще течет, потому что снег растаял. И вот снег, когда туда уходит, вот эта вода, она немножко семена за собой утягивает. И вот эти, они в более мокром состоянии. И видно, что грунт мокрый, видите, все, я его проверила, проветрила, закрыла. А вот те, которые дорожками, тут еще осыпалось, те, которые дорожками, нужно обязательно мне смочить. Тут еще с краев вот сухие упали в дорожки, в комочке грунта. Все, как только появится какой-то в одном из лотков первый проклевыш, я вам обязательно покажу. Но обычно вот такие рассыпные семена всходят очень хорошо. Но я знаю, что свои семена рассыпные всходят прекрасно. Я вот сделала маркировку, это на снег, это, ой, подождите, неправильно прилепила, сейчас перелеплю. Это на снег, это замоченными. Все, теперь будем ждать результатов. Надеюсь, что через несколько дней появятся первые крошечные росточки. Как за ними потом ухаживать и как их уберечь, я вам все подробно расскажу, потому что самое главное не получить всходы, а самое главное сохранить всходы до момента пикировки. Потом будем пикировать в кассеты. Сейчас я вам покажу свою. Можно пикировать в маленькие стаканчики, можно пикировать вот в такие кассеты. Вот я занесла кассету прошлогоднюю, у меня даже тут подписано лиловая петуния. Сейчас я ее промою, подготовлю, чтобы быть уже на чеку. Подготовлю, землей набью, и как только росточки вырастут, буду пикировать. Пикировать в маленькие стаканчики.